Сейчас семена есть, но что будет в следующем году? Фермеры прямо говорят о проблемах с подсолнечником. Важна культура и для Алтая, и для экономики страны. Наш край лидер по производству масла семян в Сибири. Большинство хозяйств использует импортные семена подсолнечника, гибриды. В отличие от многих сортов, на второй год их не посеешь. А в условиях санкции гибриды не купить. Сколько будет стоить импортные семена, это все-таки за валюту. А смогут ли у нас поставить, потому что логистика налажена. Самое очевидное решение проблемы – нагружать отечественных селекционеров. На днях председатель правительства страны Михаил Мишустин доложил о задаче президента. Через 8 лет 75% семян должны быть российскими. Уже создано 32 селекционно-семеноводческих и 3 селекционно-племенных центра. По указанию президента в этом году мы выделим на них дополнительно не менее 5 миллиардов рублей. И мы рассчитываем, что это поможет закрыть потребности наших аграриях. Гибридизация – это навсегда длительный процесс. Плюс к этому нужно оборудование по очистке, нужны люди специально обученные. Поэтому этот процесс довольно серьезный. По словам Балакова, в отличие от семян, гибриды дают больше урожая. Хотя некоторые фермеры и упоминают о такой альтернативе, как российские сорта, например, Кулундинский первый. И тем не менее, на создание отечественных семян может уйти не один год, а санкции наши настоящие. Как и запрет на экспорт подсолнечника до сентября. Так, власти хотят обеспечить внутренний рынок сырьем, который могли бы вывести на фоне взлета цен на масличные культуры и подсолнечное масло. На сегодняшний день экспорт в Евразийский союз разрешен. Поэтому большинство крестьян не отправляло на экспорт свои семена. Отправляли зернотрейдеры и все прочее. Как они на сегодняшний день будут организовать работу с Евразийским союзом, я думаю, что от этого будет зависеть много. Кстати, в переизбытке подсолнечника на рынке эксперты сомневаются. Говорят, это востребованная культура и спрос на нее не падает никогда. А вот что может упасть, так это стоимость подсолнечного масла. Но опять же, если стабилизируются цены на внутреннем рынке. Когда это произойдет и случится ли наверняка, прогнозировать никто не берется. Анастасия Драган, День с толком.